Здравствуйте, дорогие зрители! С вами канал FFDO TV и сегодня гостем Федерации футбола Днепропетровской области стал администратор команды «Донгирос» Корчагин Тимур. Здравствуйте, Тимур! Здравствуйте! Расскажите для начала, как давно существует команда? Ну, команда существует около года. Первую половину они участвовали в чемпионатах 8 на 8 в турнирах и мини-футбол. И последние полгода мы решили заняться большим футболом. И сейчас участвуем в чемпионате, в турнире памяти Макса Белого. А когда давно вы сотрудничествуете с командой? Где-то полгода назад я пришел в команду, и мы плодотворно начали заниматься подготовкой к большому футболу. А из кого состоит команда? Ну, футболисты были собраны как бы на горячую руку, быстро. Было мало времени на подготовку, как бы собрать боеспособный коллектив. Поэтому большую часть футболистов составляют команды «Триумф». И оставшиеся футболисты, которые принимали участие еще в турнирах 8 на 8 и мини-футбол. А есть ли у команды спонсорская поддержка? Да, у нас есть президент, у нас есть спонсор, который, опять же, делает все возможное для развития футбольной команды, чтобы в дальнейшем мы могли заниматься, принимать участие в турнирах областных в большом футболе. Работаете ли вы с тренером? Да, у нас есть тренер Киреев Андрей. Его недавно назначили. Он раньше тоже занимался в «Триумфе». Поэтому есть у него опыт. А что изменилось в команде с началом работы с ним? Ну, наладился тренировочный процесс. Прежде всего, появилась больше дисциплины. Когда тренер есть, идет все своим чередом. Поэтому у нас сейчас и результаты уже начались. Поэтому благодаря тренеру, что он наладил микроклимат в команде, тренировочный процесс, поэтому у нас сейчас в хорошем, как говорится, настроении мы играем. Вы упоминали, что сейчас вы участвуете на турнире «Памятья Максима Белого». И скажите, какое ваше впечатление, как вообще оцениваете уровень проведения соревнований? Ну, турнир проходит, как обычно, зимой. Проблема, а самое главное, это погода. То есть, а так, в принципе, все как обычно. Единственное, что же, погода, проблема. И бывают перерывы, там, неделя, две, три, сказывается. Потом бывает на результате команды, там, простой. Для футболиста, особенно зимой, очень тяжело. Какие цели изначально ставили на этот турнир? Ну, первоначально была задача, все-таки, как мы новички этого турнира, да и вообще только собрались, как бы, где-то постараться выйти из группы, там, в стыковых местах, там, чтобы занять место, сыграть. То есть, ну, я думаю, на данный момент мы заняли шестое место в группе, мы будем играть в стыках, поэтому у нас, как бы, есть шансы бороться за призовые места в турнире. Ну, в общем, свои задачи вы уже выполнили. Ну, для начала, первоначальную, да, первоначальную задачу мы выполнили. Какие коллективы считаете фаворитами этого турнира? Ну, на данный момент, мне кажется, Скиф, Скиф хорошо, там, у них. Они подобрали хороших футболистов, у них тренировочный процесс тоже есть. Я думаю, Скиф и, наверное, Энергия. Они будут, мне кажется, поборются. Также вы параллельно участвуете в турнире памяти Романа Шнейдермана, и там вы идете на первом месте, и, в общем-то, вы у вас пока без поражений. Скажите, как вы достигли там такого результата, несмотря на то, что на турнире памяти Максима Белого вы идете на шестом месте? Ну, турнир Шнейдермана, он все-таки немножко уровнем пониже, чем Белого. В нашей группе А там серьезные соперники собрались. А на Шнейдермана, ну, так получилось, что мы, как бы, уже чуть-чуть позже начали выгорать, чем Белого, поэтому мы набрали оборотов, и на Шнейдермана, как бы, все силы вложили, чтобы, ну, поставленную задачу выполнить, выиграли этот турнир. А в каких ближайших соревнованиях планируете принимать участие? Сейчас идет уже набор, вот скоро открывается. Ну, мы планируем, планируем участвовать и в чемпионате области, и в чемпионате города. Да, в области мы, скорее всего, планируем в Суперлигу заявиться, и в чемпионате города тоже планируем заявиться в Высшую. Спасибо большое вам за ответы, с вами было приятно пообщаться. С нами сегодня был администратор команды Донгирес Корчагин Тимур и канал ФФДО-ТИНИ. До скорых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok